Всем привет дорогие друзья! Большой привет из Кимера, еще пока что из отеля Барут. Но у нас возникла идея такая переселиться, не переселиться, а посмотреть соседний Хилтон. Так как нам отказали в том, чтобы мы просто прошли там, сделали обзор, мы решили, а почему бы нет? Почему бы не заселиться там на один день и уже как гости отеля посмотреть питание, посмотреть систему, посмотреть сам отель. Мы же блогеры и нам это очень-очень интересно. Ну не только потому что блогеры, а просто интересно побывать в Хилтоне. Поэтому дорогие друзья, Хилтон в Кимере ждет нас. Пойдемте. Сегодня погодка налаживается, смотрите, даже немножко-немножко показалось солнышко, но сегодня прям обещает теплый день. 22 градуса, начало апреля, красота, тишина и мы идем заселяться в Хилтон. И Дабл Три Бай Хилтон. Давно я хотела посмотреть, как выглядит этот отель. Сегодня мы с вами все вместе посмотрим, что как Хилтон выглядит с утра. Вот мы с вами зашли. Вот эта вот территория, я так понимаю, к клубе относится. Это тоже территория к клубе относится. Это бар, там смотрю книги. Но мы сейчас с вами все рассмотрим. Первым делом мы идем, конечно же, на ресепшн, чтобы оплатить наш номер. Да. В общем, мы, чтобы время не терять, пришли сюда уже 9.19 на завтрак, чтобы на завтрак попасть. Но так как сейчас отель все-таки не до конца заселенный, нас уже заселили в 9 утра. То есть нам дали уже карточку. Поэтому мы вместе с вами идем, смотрим уже так подробненько наш номер. Номер у нас на первом этаже. Мы вчера его выбрали из двух представленных. 200 долларов сейчас стоимость номера на нас. На троих. А сейчас хотели 200 евро взять. Там уже стоял другой на ресепшн. У нас, смотри, опять у нас номер опечатан, что чистота здесь. Заходим. Свет, чтобы включить. Включите. На середине надо по карточке просто включать и свет. Да? Да. О, прикольно, без карточки. Так, ну что, мы не знаем, сегодня мы останемся здесь, ночевать или пойдем к нам, но посмотрим. Встречают нас вот такие вот шкафчики. Ух ты! Слушайте, вот это да. Это после... Где мы были? Ромада Плаза. Это первый отель, где есть утюг и есть гладильная доска. Больше я в Турции нигде не видела. Значит, сейф здесь, по-моему, бесплатный. Сейчас посмотрим концепцию. Я еще не видела. И вот такие вот полочки. Далее нас встречает холодильник. Давайте посмотрим, что у нас в холодильнике. У-у-у, в холодильнике полностью бар забит. Это все у нас бесплатно. Да, все входит в стоимость. А что входит в стоимость? Соки входят, пиво. Так, водичка. Фанта, кола и все остальное. Также здесь есть чайник и кофейный набор. Здесь кофе лежит. Чай лежит. Вообще красота. Далее большой-большой телевизор. Огромный телевизор. Просто, Ваня, посмотри, может быть, там информация про Хьютон в телевизоре есть. Так уже, знаете, здесь вписалось в интерьер, как будто бы всегда здесь сидела. Ну, как вам интерьер по сравнению с Борутом? У нас есть соглашение с Болинцей. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, вот этот номер лучше, чем номер, где мы живем. Почему? Он больше. Он... Ну, мне кажется, он приблизительно такой же по размерам. Мне кажется, он немножко больше. Надо посмотреть. У нас, по-моему, 24 метра в Боруте. От категории номера. Потому что в Боруте нам вчера предлагали переселиться в точно такой же номер. Да, побольше был. Он был в точно такой же. Так две кровати было и так кресло. А, ну, нам сейчас сказали, что нам еще принесут дополнительное спальное место. Но мы отказались. Нам с Ваней вот этого вот более чем достаточно. Самое главное достоинство этого номера, вот именно конкретно этого, это вот такая вот терраса. Это номер считается с террасой. Вот он, видите, на первом этаже. Здесь таких два удобных... Ну, сейчас надо узнать, удобных, неудобных кресла. Сесть, посидеть. Столик. И вот такой вот вид, потрясающий вид на бассейн. Слушайте, шикарно. Представляете, лето. Мне кажется, здесь одно удовольствие. Там, наверное, джакузи. И вот так вот полежать в бассейне. Видите, прям лежаки в бассейне находятся. Вот когда прям очень-очень жарко. Летом же это же вообще просто невыносимо. И прям вот вы берете, наслаждаетесь, лежите прохладой. Ну и, соответственно, напротив Барут. Отель Барут. То, что мы видим с вами. Сегодня с утра смотрели оттуда. Ну, я смотрела, я не снимала. А сейчас смотрим наоборот. Ну, конечно же, сейчас пойдем рассматривать с вами всю территорию. Ну, а для начала давайте посмотрим... Давайте посмотрим сейчас, что там есть в ванной. Оксан, там это камушки. Ваня, иди посмотри, камушки на балконе какие классные лежат. Специально для тебя. У Оксаны новый день канала, если кто-то не знает. Так, далее ванна. Душ, точнее, душ. Тут тоже, вот, кстати, что в Баруте, что здесь вот такие вот маленькие полотенчики для лица. Есть шампунь, есть кондиционер, есть боди-лосьон. И еще один боди-лосьон. Также есть мыло, соответственно. И что здесь еще? Шапочка для душа. Ну, в общем-то, все самое необходимое есть. Не вижу фена. Фен есть? Потеряла фен. Слушайте, не может такого быть, чтобы здесь фена не было. А, кстати, есть тапочки. Кстати, мягкие такие, классные. Всего лишь двое. И вот какая-то такая сумка здесь лежит. Может быть, здесь фен? Смотрите, я первый раз вижу. Вань, потяни за мешочек. Смотрите, фен лежит в сумке почему-то. Да? Здорово. А где он? А, он там подключается, да? То есть, фен почему-то в индивидуальной упаковке. Тапки, смотри, какие классные. Ну, тапки. Ну, один, 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 два. Полотенчики. Мы тебе сейчас заберем тапочки. Возьмем, пойдем на ресепшн. Полотенчик очень классный такой. Ну, и вот он, сам душ. Есть тропический душ. Есть обычный душ. В общем, я в восторге, ребята. Я в восторге. Так, ну, давайте ресепшн посмотрим с вами. Здесь вот такая вот кофейня. В кофейне есть, что у нас здесь есть? Пироги какие-то симпатичные очень. И бургеры. Вань, на твой вкус. В общем-то, здесь можно сделать кофеечек и выйти вот сюда, вот посидеть, насладиться всем этим делом. Такие, мне кажется, удобные стулья здесь. Ну, в смысле, кресло. Кресло очень удобное. Так, сейчас у нас половина десятого утра. Кофейня работает. Хороший такой кофейный аппарат. Дальше тоже вот эта вся территория лобби. Сейчас до книжечек с вами дойдем. Посмотрим, что там у нас за книжечки. Бар. В баре тоже точно так же импортные напитки, как у нас. Соки разнообразные. Вон там еще какие-то такие интересные маленькие бутылочки. Но это мы потом с вами все более подробно посмотрим. Сейчас пойдем на завтрак. И книги, смотрите. Ну, в основном все на английском языке. Русских гораздо меньше. О чем это говорит? О том, что немцы и англичане читают больше. Смотрите, сколько здесь книг и сколько там. Книг там причем тоже на английском языке. А может быть здесь просто больше иностранцев отдыхает. Ну вот, как-то так, как-то так. Все, пойдемте. Пойдемте скорее на завтрак. Шведский стол. Шведский стол. Мы ждем шведского стола. В предвкушении. Итак, ресторан. Главный ресторан. Приходим, нужно продезинфицировать руки. Ну, это если кто-то не пришел с грязными руками. В любом случае, в общем, продезинфицировать руки. И вот такая вот атмосфера. Значит, здесь все расписано. Ваня, вот иди сюда. Значит, смотри. Завтрак. Вот, breakfast. Читай по-английски. С 7 до 10. Потом идет поздний завтрак. С 10.30 до 11. Ты переживал, что ты голодный останешься? Давайте. Ланч с 12 до 16. Потом ужин с 18.30 до 21. И буфет с 23 до 7. То есть здесь питание практически целый день. Меня Ваня спрашивала, что такое питание целый день. Ну, у нас, наверное, может тоже целый день. Но здесь, видите, пожилей, потому что есть люди, есть отдыхающие, есть туристы. Ну, давайте посмотрим. Как окошку? Хотим. Давай. Вообще шикарность. Не-не, давай туда. Ну, ладно, ты там сумку положи. Пойдем, Ваня, дальше. Пойдемте посмотрим. Здесь у нас шведский стол. Посмотрим, какая система шведского стола в Хилтоне. Значит, ну, есть колбаска. Есть сыр. Сыр. Много видов сыра. Вот здесь вот написано, я так понимаю, что какой. Далее мы идем. То, чего нам сейчас не хватает. Это вот всякие там сухофрукты. Ну, пахлавы, вернее, не пахлавы, а лукума. Небольшой выбор, но он есть. И вон какие-то такие шоколадные печенюшки. Я бы не отказалась. Также грецкий орех, замоченный в чем-то. Идемте с вами дальше. Оливки. Оливки. Джемы разнообразные. Джемы в пачках. Паста шоколадная. О, вафли мои любимые. Я так люблю вафли. Так, салатики фруктовые. Айран. Прям в стаканчиках. Йогурты. Фрукты, которых нам не хватает. Но фруктов здесь тоже, кстати, не особо много. Что здесь? Яблоки, груши, грейпфрут, лимон, апельсин. Апельсин уже порезанный и почищенный. Кстати, это очень здорово. Сухие завтраки. Сухие завтраки на выбор с молоком. Все это вам положит. О, вот. Вот, чего нам, да? Подожди, или это не пахлава, это палочки какие-то. Подожди, пахлаву я ищу. Я ищу пахлаву. Маленький, знаете, из английского языка. И интуиция подсказывает. Интуиция подсказывает. А, яйца ставим. Так, здесь супы. Есть куриный суп для детей, чтобы накормить ребенка с утра, допустим, да? Если кто-то там, ну, правильное питание у детей. Булочки. Огромный выбор. Булочек. Каких только никаких. Самое главное, что, ну, есть выбор. Вы можете выбрать все это. Сосиски есть на завтрак. Яйца, вареные, омлет. Здесь тоже все накладывает вам повар. Жарит. А я еще, я где-то вафли сейчас видела. Я так люблю вафли. Яичницы тоже точно так же жарят. Омлет. Вафли, вафли. И я вафли, да. Вот, я тоже хочу вафли. А где вафли, Ваня? Вот. Это не вафли же, это блины. А, вот я тоже хочу вафли. Ну, и тоже точно так же яйцо можно взять. Ну, вот. А здесь что? А здесь гречка, кстати, есть. Рисовая каша. А, нет, подожди, что-то с молоком. Это рис, да? Райс? Или вот это вот можно? А, вот райс. Можно рис? Рис с молоком. Чуть-чуть, немножко. Ну, я так, спасибо, попробовать. Так, чуть-чуть взяла. Ну, рисовую кашу чуть-чуть взяла на пробу. А здесь сейчас постоим, подождем вафельки. Вафельки. Я очень люблю вафельки. А, вон там она печет, да? Такой вот у нас сейчас выбор. У меня вафли, у Вани тоже опять-таки панкейки. Здесь также стоит холодильник, где вы можете уже из холодильника взять, что вы хотите попить. Вань, вот такой вот персиковый будешь? А, оно ледяное здесь, нет. Ледяное мы брать не будем. Так, пойдем еще посмотрим, что есть. Есть еще вот такие вот холодильники с вином. Вы можете сами брать отсюда вино, если хотите. И с водой, соответственно, тоже можете взять воды. Довольные, счастливые сели. Значит, выбор у меня вафельки, я о них мечтала. А нам сейчас уже официант она приносит, сейчас придет. У нее просто здесь стояли два сока. Она сейчас придет, принесет чай и кофе. А ты закажала мне кофе? Ну, ты закажешь сейчас что-то хочешь. Я же не знаю, что ты хочешь. Кофе или что? Сол, чай и апельсиновый. Нет, я просто обычный кофе. И апельсиновый. Она, вот она, подходит, заказы принимает. Так, Ванек, где панкейки лучше? Закажи мне, пожалуйста. Такие же? Кофе с молоком? Луком и чай, сок. У нас лучше панкейки вкуснее? Ваня говорит, в Барутие вкуснее. Я сейчас вафельки попробую, что из себя представляет. Но очень красивый здесь дизайн. У ресторана красивый дизайн. Места такие, вот я смотрю, смотрите, и круглые столы. И вот такие вот какие-то пластиковые кресла, в которых мы сидим. Возле каждого стола стоит ведерко для напитков, если кто-то хочет холодное, охлажденное вино, либо еще что-то. Пробуем вафли. Вафли, они не вафлики, вафли. Нет, знаете, есть иногда такие хрустящие, вкусные. Не знаю, что там делают в тесте. Ну, это нормальные, но что в Барутие, что здесь вафли такие. Вот в Сигенусе делали. Что-то такое в тесто добавляли, что они прям вот хрустят. А может быть из-за того, что там, когда вот их только достают. Не знаю. Ну, в общем-то, как-то так, как-то так. Что называется кайфу. С утра кайфу. Называется жизнь нужна в кайф. Устраивать себе такие праздники. Кофе очень хороший. Очень хороший. Не знаю, что за сорт, но кофе прям отличный. Ну, и апельсинку. То, чего нам не хватало. Фруктов. Кстати, апельсины после варенья окажутся не очень сладкими. Сейчас она приняла заказ, сейчас придет. Красота. Вань, красота. А там уже вафли закончились такие. Да, закончились. Не, она их печет просто долго. Она же пока их сделает. Что мы даем? Вань спрашивает, можно ли ему нырять. Не знаю, Ванюш. Пойдем посмотрим вообще, что есть. Спасибо. Так, выходим на территорию. Так нам хотелось посмотреть территорию. Здесь какие-то такие удивительные машинки на территории. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Посмотрели мы с вами на завтрак в отеле Хилтон. А следующее видео будет уже обзор территории. Обзор вот этого вот уже места для обеда. То есть это продолжение ресторана. Он очень-очень интересно выполнен. С машинками с такими, где раздают еду. Поэтому, дорогие друзья, всем как всегда желаю добра, удачи, позитива. И совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»